Итак, еще раз добрый день. Здравствуйте. Я приветствую вас сегодня на семинаре Центр Специалист, который я назвал «Большая чистка в Excel». Займемся мы исправлением некорректных данных, которые могут у нас храниться в ячейках рабочей книги Excel самыми разными способами. Причем, я думаю, что удастся рассмотреть далеко не все возможные варианты, а скорее даже поставить какой-то вопрос для обсуждения, что вот подобные ситуации мы могли бы исправить таким-то путем, но наверняка есть и другие случаи, которые требуют какого-то иного подхода. Тем не менее, попробуем рассмотреть возможные пути и варианты решения вот такой вот проблемы. Исправление различных неточностей и удаление различного мусора в данных, хранящихся в Excel ячейках. Ну, а вначале позвольте представиться. Зовут меня Завьялов Андрей Николаевич. Я штатный преподаватель в Центре, специалист при МВТУ имени Баумана. И, собственно, в нашем Центре провожу занятия по тематике базы данных XS и программированию макросов на VBA в среде Microsoft Office. Поэтому, собственно, как раз мне ближе подход для данной тематики с применением макросов, но рассмотрим и стандартные варианты решения данных задач. В нашем Центре я провожу занятия как раз по изучению макросов. Ну, и здесь, в нашем курсе, мы немного этого тоже коснемся. Я вам покажу, что у нас из этого получится. Ну, а, собственно, что конкретно будем разбирать сегодня, я бы хотел рассказать сейчас для начала кратко, потом поподробнее. Значит, проблема следующая. Мы хотели бы с вами вначале наметить проблемы, возникающие при обработке данных, когда, например, информация вводится вручную различными пользователями в самом разнообразном виде. Эти данные, естественно, неудобно потом автоматически обрабатывать, поэтому хотелось бы провести некоторую чистку накопившейся информации. Так вот, мы посмотрим, каким образом это сделать, разным способом. И для начала воспользуемся стандартными командами, имеющимися в наличии VCL. Это, в общем-то, получается достаточно неплохо и эффективно. Но как вариант для полнейшей автоматизации попробуем тот же самый подход применить, но уже с помощью программирования макросов. И убедимся, что, в общем-то, это тоже достаточно несложное решение. Просто с ним нужно чуть побольше, может быть, заниматься, подготовить это все у нас вечер. Времени у нас на это где-то около часа. Я думаю, что за это время мы успеем как раз подобные вещи немного обсудить. Вопросы, которые у вас в процессе будут возникать, вы мне пишите, соответственно, в чат или сразу, или где-то в конце семинара, можно к этому будет еще раз вернуться для обсуждения. Ну и, собственно, сама проблема, которая возникает, я хочу ее показать и обсудить вместе с вами. У меня для этого как раз заготовлен файлик. Я вам этот файл, уже говорил, выкладывал на нашем сайте в личном кабинете. Он вам доступен. Это файл в архиве там лежит, ну, разархивированный, вот он. Большая чистка называется. Итак, я открываю этот файлик и хочу продемонстрировать, что там, собственно, в нем у нас находится. В этом файле я подготовил небольшую совсем табличку, в которой показаны самые разнообразные ситуации, которые бывают, когда информация в базу данных заносится вручную. То есть вот представьте себе, что у меня это не маленькая такая табличка из 10 ячеечек, а большой список, в котором различные сведения о каких-то фирмах, с которыми мы взаимодействуем, это то ли наши поставщики, то ли наши клиенты, то ли еще кто-то там, контрагенты. И название одной тоже фирмы, оказывается, здесь записано чуть ли не 10 разными способами. В одном случае это просто перепутан регистр и написано все не с большой, а с маленькой буквки. Где-то это с кавычками, как вот в этом случае там ООО «Ромашка», где-то та же самая «Ромашка», но без ООО. Где-то нет кавычек, где-то у меня запятые, где-то пробелы, где-то непонятно что, где-то вместо ООО написано «Фирма Ромашка». Но считается это одним и тем же нашим, скажем, поставщиком. Так вот, если я буду в дальнейшем обрабатывать эти данные и захочу, например, получить суммарные показатели по одной фирме, вот это будет восприниматься как не одна фирма, а как несколько разных наименований. Потому что, естественно, для создания тех же самых сводных таблиц, для какой-то группировки информации, это отличающие друг от друга тексты. Вот как раз каким образом привести это к единому варианту, мы и поговорим. Приемы здесь самые разные, но я думаю, что с подобными вещами приходилось многим иметь дело. И знают, что часто не обходится без ручной работы, приходится сидеть, действительно эти названия выверять, исправлять, чтобы потом уже не тратить время на их дальнейшую простую обработку. Ну, попробуем рассмотреть самые распространенные ситуации и приемы, которыми мы это можем обработать. А для этого я как раз показываю данную картинку и параллельно говорим о том, что, собственно, у нас за проблемы здесь выявилось. Ну, во-первых, проблема такая. Регистр текста. Это, с одной стороны, не так страшно, потому что у нас, если вспомнить, по умолчанию Excel не реагирует на разницу в регистре при выполнении различных операций, при работе с теми же формулами и так далее. Тем не менее, это просто некрасиво, не очень здорово смотрится, поэтому с этим, естественно, можно и нужно бороться. Второй момент. Различные кавычки, скобочки, которые могут присутствовать, могут отсутствовать у нас в тексте, но они нам не нужны, надо приводить все к единому варианту, поэтому я бы от них просто вообще отказался. Причем тут действительно могут быть и кавычки двойные, одинарные, и скобки круглые, и скобки фигурные. Это все тоже никому не нужно. Следующий момент. Это вот эти все дополнительные вводные слова, ООО, ЗАО, ИП, ЧП, ВГУП и так далее, которые не относятся, собственно, к названию данной компании, и поэтому их или имело бы смысл вообще отбросить, или сохранять, но, скажем, в отдельном столбце. То есть в этом случае, если мне нужно какую-то информацию здесь извлекать, то было бы это достаточно просто сделать. То есть отдельный столбец, ну, вид там собственности. Ну и, собственно, что еще? Еще одна проблема – лишние пробелы. То есть то же самое. Дополнительные пробелы, которые присутствуют в названии, они же влияют на содержимое, на текст этот, и для поиска это тоже будет у нас дополнительной проблемкой. Вот поэтому от них, естественно, можно и нужно избавляться. Ну и, наконец, еще одна ситуация – это когда у меня перепутан русский, английский язык, и, например, вот в этом вот слове «ромашка» я точно не знаю, а буквка «О» написано или буквка «М» с помощью кириллицы или с помощью латиницы. Вот такое. Вот. То есть вот этот вот момент тоже самое. Выявляется потом, когда у меня на экране все выглядит нормально, а в результате оказывается, что это просто одинаково выглядящие буковки русского и латинского языка, но, собственно, это разные символы клавиатуры. То есть это тоже надо каким-то образом убрать, почистить, иначе у меня будет не совсем совпадающее название, то есть это будет проблемой. Вот, собственно, такая у нас проблематика здесь. Кстати, забыл еще одну проблему, которая у меня также на слайде здесь указана. Встречаются у нас непечатные символы. Бывает такое, но самый распространенный случай в том же самом акценте. Вот у меня в ячейке «А8» написано «О, ромашка» вот таким вот образом. То есть оно написано с переносом, то есть здесь используется вот это сочетание клавиш «Альтентер». Это символ, который не считается печатным для «Ицельфий». И поэтому «О, ромашка» в таком виде написано или вот здесь – это разные вещи. Здесь пробел, а тут именно перенос строки принудительный. Соответственно, естественно, с этим тоже необходимо каким-то образом бороться. Мириться мы с этим не будем. Значит, рассмотрим возможные варианты, которыми можно это сделать. Хорошо. Ну вот, собственно, теперь проблематика понятна. Посмотрим, как от этого, от всего можно было бы избавиться разными путями. Ну и первый вариант, который хотелось бы рассмотреть. Ну, во-первых, хочу сказать, основные способы исправления здесь такие. Либо мы используем стандартные приемы команды, которые есть в «Эцель», либо мы эти команды с вами программируем через «Макс». Естественно, что проще? Если знаешь, где-то там осваивал уже программирование «Максов», то это не кажется сложным решением. Но если с этим не знаком, то, естественно, в первую очередь надо попробовать стандартные команды. Может быть, там уже «Майкрософт» придумал какую-нибудь готовую кнопочку, типа той, которая удаляет, например, нас в таблицах дубликата. То есть в данном случае, может быть, когда-то такую кнопку и придумать. Пока я не находил, но если ошибаюсь, подскажите мне. Итак, по порядку. Для начала хочу попробовать исправить подобные данные с помощью самой простейшей, приходящей на ум возможности. Это выполнить поиск и замену. Все ли я здесь могу исправить, это второй вопрос. Но давайте вспомним великолепную команду, которая у нас есть стандартная в «Эксе». Кнопочка «Найти» и «Выделить» и здесь кнопка «Заменить». Ну или обычная комбинация «Ctrl-H». Чем хороша замена? Я могу здесь написать, что я ищу и на что заменяю, и выполнить замену сразу чуть ли не по всему файлу. Ну, по всему файлу я заменять не хотел бы, а вот, скажем, вот на этом листе, вот в этих ячейках попробовал бы. Значит, как это будет выглядеть? Ну, давайте так. На самом деле, для того, чтобы у меня замена не выходила за рамки этого диапазона, я его выделю. То есть выделяю диапазон, нажимаю или комбинацию клавиш. Так, что-то она у меня не сработала. Эта комбинация клавиш. «Ctrl-H». Да. Или кнопочка соответствующая «Найти» и «Заменить». И здесь, что я говорю. Ну, для начала давайте я буду искать текст с кавычками. То есть вот двойная кавычка у меня. Найти, на что заменить, а не на что. То есть просто убрать ее, это заменить на пустоту. В данном случае, значит, я не пишу, на что заменяем. И заменить все. Собственно, пожалуйста, от кавычек. Таким образом я сбавляюсь. Сделано шесть замен. Великолепно. То же самое. Не нужны мне, например, какие-то запятые или фигурные скобки там или какие-то еще скобки. Я аналогичным образом могу их легко и просто здесь заменить. Говорю, а вот символ запятой. Найди, замени, везде. Не нашел. То есть что-то мне запятая разве? Странно. Так, ну ладно, хорошо. Непонятно, ничего ему запятая не понравится. Запятая с пробелом, по-моему. Поставить заменим на просто пробел. Заменить все. А, нашел. Я просто заменить нажал. Надо было заменить все. Да, находит, убирает, удаляет эти вещи. Но вопрос сразу возникает. Все это хорошо, но командой замены я не смогу исправить регистр. Потому что это сколько вариантов надо будет написать. Букву маленькую, поменяю на большую. И так везде. И это надо делать с учетом регистра. То есть не очень-то здорово. Не, хорошо для одного названия. Ищи ромашку в любом варианте. И исправляем на заглавные буквы. Тогда да, пожалуй, я бы написал здесь. Вот так. Ищи слово ромашка без учета регистра. Заменяю на капслок. Заменить все. Так. Ага. Заменил. То есть, ну как-то тоже странно. Не везде. То есть, такое ощущение, что он все-таки искал с учетом регистра. Иначе бы... Да, не работает как-то странноваться. А, тут пробел. А тут у меня нет случайно лишнего пробела. Не все так просто, да? А, ячейка целиком. Нет. Не ищу ячейку целиком. Ну вот, не находит все почему-то. Хотя, кое-где и сработало. Ну и, наконец, я вообще не знаю, как с помощью команды замена избавиться от символа Ctrl Enter. Alt Enter вот это. То есть, Alt Enter, когда у меня разрыв, перенос строки здесь сделан, на что заменять непонятно. А, значит, поэтому... Да, все это хорошо, но вот смотрите, сколько надо вариантов замены таким образом сделать. Напрашивается, конечно, делать это последовательно и, может быть, даже автоматически записывать в макрос, в макро-рекордовом, потом повторять. Да, такой вариант возможен, но макрос получается с очень большим количеством различных замен, и его надо, конечно, сесть и продумать. А так, по идее, да, я мог бы убрать вот эти вот буквки. А, я понял, что он мне ищет ромашка. Там ромашка и пробел в конце. Вот, что он мне надо. Ну, и у меня должно было получиться. Это, представляете, я как описал слово, пробелчик лишний поставил. Он и ищет такой текст, где, да, конечно, должен был без проблем заменить вот это все. Ну, и остается там еще найти везде ООО и заменить на пустоту. Везде и всюду. Потом слово фирмы тоже самое убрать. Но вот с непечатным символом все равно проблема, то есть не получается с ним бороться таким вот простым путем. А так, да, нормально, в общем-то, замена работает. И больше того, что я скажу, я мог бы спокойно все эти вещи записывать автоматически кнопочкой запись макроса и потом проигрывать, если надо. Но речь идет о более универсальном решении. У меня же название фирмы не только ромашка, а у меня там сотни различных наименований, поэтому избавиться от каких-то кавычек, там скобочек, это пожалуйста, а уже все прочее и несколько сложнее получается. Вот поэтому я дальше рассматриваю другой случай. Как мы могли бы попробовать все это исправлять, но, например, используя некие стандартные функции. Здесь замена, хорошо, я, правда, ее проделал, а потом назад отменю. А вот теперь переключусь на вкладочку функции. Здесь я хотел бы разобрать то же самое решение, но с другим подходом реализуем. Значит, мы можем с вами практически избавиться от всех вот этих перечисленных здесь ранее проблем, если воспользуемся помощью стандартных функций Excel. То есть и регистр текста привести в нормальный вид, удалить ненужные символы типа кавычек и убрать лишние пробелы, это все может нам позволить сделать ряд функций, которые в Excel встроенными являются. Я хочу как раз перечислить некоторые из них, но, возможно, что-то добавится, дополнится, вы в процессе тогда тоже, если что, пишите свои комментарии. Значит, смотрите, первая функция, очень интересная функция, если кто-то ей ранее не пользовался, то могу здесь всячески порекомендовать. Функция подставить или в английском варианте substitute – это функция, которая фактически имитирует замену. Команда заменить, которую я использовал только что в предыдущем случае, то есть она мне находит искомый текст и заменяет его на какой-то другой вариант, но может и на пустую строку заменять. Поэтому найди слово OOO, подставь вместо него просто пустоту, вот это функция подставить. Вот назвали ее по-русски почему-то подставить. Дальше. Всем наверняка хорошо известная функция, удаляющая лишние ненужные пробелы в тексте. Функция с G-пробелы или в английском Excel это функция trim. Тоже очень удобная вещь, потому что с ее помощью я избавляюсь и от начальных, и от конечных пробелов, и также удаляются лишние пробелы между словами. Остается по одному пробелчику, все прочие исчезают. Дальше. Тоже очень любопытная функция, которая в русской версии называется pitch-sync, а по-английски clean. Ну, clean – чистить что-то, да, то есть у нас и семинар называется чистка. Но в данном случае pitch-sync – это от слова печатные символы. То есть функция, удаляющая из текста все непечатные символы, такие как табуляция, альтентер и тому подобные вещи, которые можно даже не увидеть глазами и не понять про их наличие, но потом при обработке это будет всплывать как некое различие данных. Появляются такие непечатные символы чаще всего, если мы данные откуда-то импортируем. То есть, например, из какого-нибудь текстового файла, CSV-файлика и так далее, то есть из разных форматов, не 100% совместимых с Excel. В этом случае, да, действительно могут сохраниться и остаться в тексте непечатные символы, а поэтому, естественно, их надо почистить. Это функция tool. Ну и, наконец, у нас там проблемы были с регистром. В этом случае самое простое – все привести к одному варианту, к верхнему регистру. Ну, можно было, конечно, и использовать функцию, которая делает прописную буквку первую, prop-natch называется, прописная в начале. Ну, а так прописано, то есть все заглавные буквки тоже как вариант. Ой-ой-ой, прошу прощения. А так, говорю, еще можно было здесь упоминать функцию prop-natch или английский вариант ее названия. Proper. Тогда это будет у вас в каждом слове первая буква заглавная, остальные маленькие тоже возможны. Ну, я что-то склоняюсь к тому, чтобы все написать капсом, потому что в очень многих документах как-то все приводит к такому написанию. И название фирмы, имена, фамилии, в принципе, это как раз подходящий вариант. Вот попробую сейчас последовательно, применяя эти функции, как раз справиться с своим решением. Начну с простого. Сделаю все прописными буквами, а уже потом буду продолжать остальные вещи здесь обсуждать. Причем сжимать пробелы я буду в самом конце, когда все уже лишнее почищу, поудаляю. Значит, соответственно, вот посмотрим, как у меня это будет происходить. Вот тут в начале я использую, я в заголовке прямо напишу название функции, вот эта вот функция прописная в начале. Что-таки большие буквы, я здесь не пойму, 20 и 7 равны. Не могу, так, небольшой. Прописные в начале. Соответственно, что я делаю, использую, нет, прописную функцию прописную для вот этого текста. И, соответственно, вот у меня, пожалуйста, получается все за главными буквами нормального регистра. Неплохо, уже начало положено. Дальше, следующий момент, это я хотел бы избавиться от, например, надписи ООО во всем тексте. Вот это потребуется уже в воспользовании функции, которая нам позволяет подставить вместо текста ООО замену его просто или пробел, или пустоту. Это, соответственно, вот такая вот функция. Подставить здесь используется. Вот, и, значит, что я делаю? Вот, воспользуюсь этой функцией. Подставить. Дальше, ее аргументы. Давайте я вызову подсказку, чтобы было понятно. Следующий. Текст, это у нас, собственно, ссылка на полный текст, на исходную ячейку с данными. Старый текст, это, собственно, то, что у нас было там ранее. В данном случае я, наверное, неправильно поступил. Я же последовательно исправляю здесь все эти ошибки. Поэтому старый текст, это будет у меня вот это. Я не буду составную формулу писать. Я напишу это за несколько шагов. Значит, вот возьми здесь, где у меня все заглавными буквами. Старый текст, это, значит, будет ООО написано заглавным. А новый текст, а новый текст будет пустой. И в данном случае мне придется напечатать тогда кавычки. Открыть и закрыть, то есть замени на пустоту. Номер вхождения. Вот это вот интересный момент. Если я здесь укажу какое-то числовое значение, он меня удалит только конкретную. Там первую из кавычек, вторую из кавычек, третью. Если ничего не указывать, удаляются все символы, ну, не кавычки в данном случае, а ООО у меня, правда, в одном только месте встречается. Но мало ли кто его знает. То есть поэтому удаляется во всем тексте, сколько бы раз не встречалась вот эта фраза ООО. Окей, пожалуйста. Протянул, скопировал. Все, ООО больше у меня нет. Ну и, соответственно, точно так же можно было поступить с тем, что мы убираем с вами и другой текст. То есть я опять использую функцию подставить. Ну а теперь уже, давайте я напишу здесь. Это мы убрали ОООО. Теперь подставить я уберу, что? Кавычки. Избавиться от кавычек мы можем аналогичным образом. Функция подставить. Текст беру вот этот. Дальше. Старый текст с двойной кавычкой. Новый текст. О, как он говорит. Недопустимый символ. Двойная кавычка. У нас дело в том, что двойная кавычка в данном случае используется как управляющий знак. Поэтому его надо, наверное, напечатать в кавычки. Вот так. Ага. И еще в одной кавычке. Вот. Вот не знаю, сработает он или не сработает. По идее, должен сработать. Вот дело в том, что у нас действительно для не только Excel, но и для Visual Basic символ гвайной кавычки – это признак ограничения текста. А поэтому сам значок с кавычками, в данном случае, чтобы восприниматься, его приходится повторять. Ну, проверим. Получится, не получится. То есть, если нет, будем поступать другим путем. Ну, вот. А так, пока вроде не ругается. Окей. Копирую. Нормально, сработало. То есть, от кавычек я избавился. Да. Вхождение мы указываем вот в таком случае. Если вы хотите избавиться от какой-то одной из кавычек. Я могу вам привести пример. Вот смотрите. Если, например, я укажу «только убери первое вхождение», то в этом случае он мне первую кавычку удалил, а вторую оставил. Если второе вхождение укажу, соответственно, он мне удалит вторую кавычку, первую оставить на месте. А если ничего не указывает, значит, он удалит ответственность. Да, это необязательный аргумент. Кстати, там так и показано, что он необязательный. То, что он нежирным шрифтом написан, это означает необязательность аргумента. Ну и там написано, если опущено, то удаляется каждое вхождение второго текста. Так что вот как раз с кавычками здесь особенно показательный. Если в предыдущем примере там у нас и встречался оно один раз, то здесь встречается, соответственно, возможные несколько раз. Хорошо. Что дальше? Ну еще я хотел избавиться от слова «фирма». Вот здесь у меня оно оставалось. Фирма «Ромашка» тоже надо убрать. Здесь так же, как с ООО, все аналогично. Это, я думаю, вы можете сделать сейчас и сами без проблем. По аналогии еще раз потренироваться в использовании данной функции. Уже самостоятельно. То есть я беру, соответственно, функцию «Подставить». Дальше указываю. Теперь вот этот текст уже ранее исправленный. Старый текст. Слово «фирма» замени на просто пустые кавычки. Там ничего между ними нет. И, соответственно, пожалуйста. Вот теперь я от этого тоже избавился. Хорошо. Значит, это мы воспользуемся функциями «Подставить» несколько раз. Правда, неудобство, как видите, заключается в том, что я здесь замену выполнял для нескольких названий. Если у меня таких названий будет больше, то есть и ООО, убери, и кавычки, и скобки, и то, и другое, то напрашивается, конечно, сделать отдельную, может быть, табличку, диапазон с перечнем этих всех слов для замены. То есть и каким-то образом на них тоже ссылаться. Потому что вот сейчас такая мысль возникла. То есть можно было ведь написать вот здесь деньги. Ищи мне ООО, ищи мне кавычки двойные, ищи мне слово «фирма», и потом заменяй на что-то другое. Но это действительно, если у меня будет много таких различных вариантов замен, стоит подумать о таком небольшом словарике, о таком справочнике. Хорошо. Не, потом придется все равно точно так же, Дед, просто я напишу там ссылками, не конкретный текст ООО, а бери текст из такой-то ячейки заменения. Вот. Правда, уже дальше возникает мысль, может быть, стоит сделать там, я не знаю, что-нибудь типа формулы массива, но вот как-то простого решения пока не вижу здесь. Тем не менее, подумать можно на эту тему будет. Следующий момент. У меня осталась еще одна небольшая проблема. Это вот здесь ООО исчезла, но перенос на следующую строчку остался, потому что символ перехода на следующую строку, вот эта комбинация Alt Enter, она никуда не исчезла. Поэтому это название, которое у меня в предпоследней строке, оно по-прежнему не совпадает с прочими остальными, которые я здесь вижу. Вот это вот настало время применить функцию печатной символы, или ее английское название clean. Соответственно, чистим непечатные символы, какие бы они ни были. В данном случае я даже не знаю, что там могло быть еще, кроме вот этого значка, напечатано вручную в ячейках Excel. А вот если это не вручную, а откуда-то загруженная импортина, там действительно много различных значков, которые мы могли бы удалить. Элементарно используется функция PitchSync. У нее всего один единственный аргумент – это текст, который становится чистеньким после применения данной камеры. Скажите, как мы определим, разницы никакой не видно. Давайте сделаем так, до чистоты эксперимента я выравнение везде сделаю по верхней стороне, по верхнему краю. Такое впечатление, что он и тут уже избавился от этого непечатного символа. Да, непонятно, немножко непонятно. Может быть, стоило эти печатные символы применить в самом начале еще. То есть до того, как я начал подстановки здесь делать, избавлялся от ООО, чтобы уж точно наверняка было это для чистоты эксперимента ясно. Ну, не знаю, попробую сейчас, ладно. А то просто скажите, что что-то не видим эффекта в данном случае. Хорошо, давайте я вот здесь его применю. H7 от ромашки с самого начала. Вот так. Вот, вот тут вот хорошо это заметно. Но у меня такое впечатление, что уже после применения прописных он у меня догадался, что этот Alt Enter надо удалить. Вот уж не знал, что у меня и стандартные функции иногда избавляются от непечатных символов. Но в любом случае, это может пригодиться для других каких-то значков, которые здесь у меня в тексте просто не попадаются, и это будет нормально, корректно работать. Да, что-то он у меня уже все обработал, когда прописные сделал. Потому что надо было это применять еще раньше, в самом начале. Сейчас. Но, оказывается, видите, как некоторые текстовые функции, они неявным образом удаляют какие-то отдельные непечатные символы, но не 100% и не все. Вот здесь я вижу, с самого начала, PitchSync мне удалил вот этот ненужный перенос. А дальше уже пошло все по порядку. Так что в каком порядке здесь применить эту команду, в общем-то, не принципиально. Может быть, имеет смысл сразу применять, а потом все прочее использовать можно ближе к концу. Здесь уже не так важно. Ну и, наконец, оставшийся текст, мне нужно еще в нем удалить ненужные пробелы. Ненужные пробелчики – это уже достаточно простая штука. Функция, которая называется «Сжать пробелы», «Ж пробелы» или английский вариант «Trim». Вот эту функцию я также здесь использую. «Жать пробелы» и, соответственно, беру вот эту, секундочку, беру эту функцию. У нее один-единственный аргумент – наш текст. И получается тот же самый текст без начальных и конечных пробелов. Ну, а если это было в несколько слов название, значит, еще и без пробелов между словами. Ну и в результате у меня практически получилось все идентично. За исключением одного момента. Я там забыл еще заменить символ запятой на какой-нибудь пробел или пустую строку. И поэтому вот тут у меня осталась неисправленная вещь. Ну, это, понимаете, аналогично, так же, как я делал с кавычками. Точно так же можно сделать. Вот идея понятна. В принципе, если собрать все вместе, это воедино, в одно составное выражение, да, действительно, получится у меня, что все это будет пропадать. Но, а вот дальше вопрос следующий у меня возникает. Вот казалось бы, я вот это вот все разобрал на части и получил одинаковые названия. А так я скопирую это как значение. То есть не формулами, а уже значениями куда-нибудь, ну, вообще на новый лист. Вот так вот ставлю только значение. Ну, предположим, вот эту запятую я ее вручную сейчас удалю. То есть как бы это же... И вот вопрос, это одни и те же данные или это разные данные? Вот возникает такой у меня вопрос здесь. Сейчас попробую проверить. Значит, я пронумерую эти данные. Потом попробую применить к данной табличке сортировку. Я взял сортировку от А до Я. Какой-то странный момент. У меня вот эти вот две ромашки, седьмая и восьмая, почему-то выстроились в начало. Если я сейчас захочу делать группировку этих данных или, например, создавать из этого сводную таблицу, это очень будет показательным как раз моментом. Я говорю, давайте я попробую вставить сводную таблицу на основании вот этого диапазона. Можно прямо здесь же на этот существующий лист, вот куда-нибудь вот сюда. В результате я говорю, у меня строки будут названия фирм, а это будут какие-то значения. И он мне говорит, а у вас здесь две ромашки. Причем, да не две их на самом деле, а даже не пойму сколько. Не, наверное, все-таки две. Вопрос возникает, почему так получилось, то есть что это у нас такое здесь получается. Очень просто. Скорее всего, в каком-то из названий у меня буква латинского алфалита. То есть буква R русская и буква P латинская, их же не отличишь по написанию. А может быть буква O, а может быть буква A, а может быть буква M. Они действительно точно такие же, особенно если написаны заглавными буквами. И вот вопрос возникает. А есть ли такие стандартные функции, которые бы определили наличие в тексте каких-то не букв кириллицы, а букв латиницы? Ну, вообще говоря, такие функции-то есть, но в Excel ими мало кто пользуется, потому что применение их не очень-то удобно. Дело в том, что это функции, которые определяют только для одной буквки. К какому алфавиту относятся к кириллице или к латинице? Если же это делать для всего слова, это уже немножко сложнее. Могу показать одну функцию такую, которая у нас используется для этой цели. Например, напишу здесь в качестве эксперимента. Скажем, это будет у меня русская буква, явно русская, с чем? А вот это, например, у меня будет какая-нибудь явно латинская буква S. Вот как определить, что это буква русского, а это латинского алфавита? Ну, есть специальная функция такая, называется она символ. Немножко неправильно говорю, не символ, это обратная функция для символа. У функции символ есть близнец, который наоборот делает. Значит, я вот даже тут затрудняюсь сказать, есть ли такая в Excel у нас. В BASIC это понятно, есть. Ладно. Символ это наоборот. То есть мы указываем код буквы и получаем соответствующий символ. То есть тут идея такая. У каждой букве есть соответствующий код. И если это коды от 0 до 127, то это латинские буквы. То есть мы вот как-нибудь пишу код 100. Символ с кодом 100 – это латинская буква D, я вот хорошо это вижу. А если, соответственно, у меня используются функции символ, но код начинается со 128 до 255, вот какой-нибудь 230, то это будет кириллица, буква G. Ну, в BASIC есть и обратная функция, которая берет букву и определяет ее номер кода. Соответственно, таким образом определяя, какой это попало из диапазонов, и сразу понятно. Ага, диапазон латинский букв, диапазон русский букв. В данном случае что-то я даже подзабыл, есть ли такая стандартная в Excel, потому что редко ими пользуюсь. Но можно посмотреть, это у нас код симф. А, да, вот она, код симф называется эта функция, то есть есть такая функция. Код символа, ну давайте попробую ее применить. То есть, хорошо, беру функцию код симф, код символа, указываю вот эту букву ЩЕ, и на выходе получаю 217. А здесь получаю 83. Вот могу объяснить, что латиница у нас попадает в диапазон от 0 до 127, а кириллица, соответственно, так, я начал с кириллицы, поэтому давайте, кириллица от 0 до 127, кириллица от 128 и до 255. Ну, это если я применяю к одной букве. А если у меня текст из нескольких букв состоящих. То есть, первая русская, потом опять русская, потом какая-нибудь латинская. Что он мне там выдаст? А ничего, он по первой букве определяет, и все. То есть, какая первая русская или английская, такой код и выдает. Поэтому, получается, если у меня символ не кириллицы, а латинца стоит вторым по счету, третьим, четвертым и так далее, это надо, что, отрезать по одной буквке из слова и проверять с помощью этой функции, что там у меня творится. Ну, согласен, не очень удобно. Так это еще не все, это мы только найдем, что здесь какая-то опечатка. Потом ее еще исправлять нужно. Вот это вот задача, которая кажется очень громоздкой, и поэтому, конечно, тут действительно имеет смысл уже обратиться к средствам программирования. А так, по идее, ну да, определить, что такое есть, действительно реально. Так вот, посмотрите, что получается. Мы с вами с помощью формулы можем избавиться от этих вещей, но где-то это получается слишком долго и громоздко, а где-то достаточно легко и просто. Но дело в том, что то, что мы делаем с помощью формулы, наверняка можно было бы и описать командами Visual Basic, поэтому имеет смысл посмотреть то же самое решение, но уже запрограммированное программным кодом на VPI. А значит, смотрите, что у нас там недостающее остается. Значит, мы с вами с регистром знаем, как справиться. Кавычки, ООО и лишние пробелы убираем без проблем. Непечатные символы тоже выяснили, как от них избавляться. Но вот только с перепутанной кириллицей и латиницей там надо еще повозиться, разобраться, как это решается. Ну вот, поэтому третий способ решения той же самой проблемы могу предложить такой. Мы попробуем это сделать с использованием макроса. Значит, как это сделать? Ну, здесь есть два варианта. Первый вариант – это пойти по пути автоматической записи макроса. То есть записывать те действия, которые выполнял с помощью макро-рекордера, но имеется действие не по созданию формулы, а действие, которое выполнил, когда делал замену. То есть найти это, заменить на то. Найти это, заменить на то. Это действительно сесть и один раз проделать для каждого случая. То есть для каждой буковки, например, там латинской, для каждой кавычки, для каждой скобочки. Но потом больше уже этим не заниматься, а просто взять и проиграть данные макросы. Это первый вариант. Второй вариант такого решения – это попробовать создать свою собственную пользовательскую функцию на Visual Basic, где все вот эти вот исправления, которые мы расписывали в формулу, запрограммировать. Описать, но только командами языка VBA. Здесь никакая автоматическая запись макроса не поможет, но, в общем-то, потребуется знание стандартных функций, которые есть в Visual Basic, и все там вполне реально можно исправить. Вот оба этих варианта, оба этих подхода хотелось бы показать. Так, вопрос тут был один небольшой, отвлекусь. Как избавиться от лишних пробелов без удаления клавиши Backspace? А, ну вот, разобрались уже. То есть сжать пробелы. Мы таким образом от них избавляемся. Хорошо. Ну что ж, попробуем оба этих варианта. Для тех, кому не приходилось раньше иметь дело с макросами, значит, кратко расскажу. Мы можем с вами начать с нуля что-то программировать, вообще не зная ничего об этом. Если воспользуемся вот таким вот приемом. У нас или на вкладке вид в конце есть кнопочка макросы, записать макросы. Или, если у вас в Excel включена вкладка разработчик, то ей даже еще более удобно пользоваться. Здесь есть кнопочки запись макроса, запуск макросов, вот кнопочка макросы. И Visual Basic для ручного программирования. Если у кого-то этой вкладки разработчик нет, она нам в ближайшее время просто будет неоднократно нужна, можете ее включить. Включается через меню файл параметры, настроить ленту. И вот здесь вкладка разработчик. Просто стандартно эта закладка не включена, так как считается, что это средство для, соответственно, программистов, для тех, кто пишет и использует макросы. Но я вот ее включаю, если то из нее мне пригодятся буквально первые несколько книг. И что я хочу сделать? Я хочу попробовать проделать замену, которую выполнял на первом листе, но потом отменил, но записывая эти действия макрос. Причем заменять я буду вот, собственно, все вышеперечислено. Что интересно, когда я записываю макрос, то в нем у нас по умолчанию не прописывается каких-то подробностей. Например, на каком именно листе я нахожусь. Если вы заранее перешли на какой-то лист и выделили группу ячеек, то макрорекорды запишут это командой обработки выделенной ячейки. Поэтому если я это буду проигрывать потом для другого листа, для ячеек, расположенных в другом месте и большего размера таблицы, это все равно сработает. Ну вот специально так и проверим. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Но, естественно, все-все замены, какие только придут на ум, я делать не буду. То есть идея будет понятна. Если что, даже можно будет развить мысли и доработать данный макрос, добавив в него по аналогии подходящие аналогичные команды. Ну что ж, посмотрите, что я делаю. Я заранее выделяю вот этот диапазон. Затем нажимаю кнопочку на вкладке разработчик запись макроса. Мне предлагается дать имя этому макросу и указать, где он сохраняется. Сохранять я буду в этот файл. Обращаю ваше внимание, я книгу, которую я вам прислал, специально заранее сохранил в формате с поддержкой макроса. То есть это файл, а у меня имеет решение Excel SM. Поэтому макросы в этой книге все сохранятся, никуда не пропадут. Ну и, собственно, имя макроса. Ну давайте макрос замены будет называться. Пробелы в названиях недопустимы. Поэтому я пишу слитно, но за главные буквы. Макрос замены. Сочетание клавиш не обязательно. Сохранить в этой книге. Оставляю. А в описании могу печатать, что делает этот макрос. Значит, это, соответственно, удаление из текста кавычек. Всяких ООО, скобок и прочее. Ну я сам не знаю, что там еще прочее. То есть, ну вот такое вот. Ну и дальше я просто начинаю выполнять действия в качестве пользователя, стараясь ничего лишнего не затрагивать. Потому что, например, если я сейчас буду прыгать с листа на лист или перемещаться с ячейки на ячейку, это тоже в макрос запишется какими-то ненужными командами. Потом придется сам исправлять и вычищать. А так я захожу на вкладку «Главное», иду, нажимаю на кнопочку «Найти», «Заменить». И говорю, так, что мы там заменяли? А вот у меня сохранилось. Я искал ООО, без учета регистра заменял на, соответственно, пустоту. Здесь ничего нет. Нажимаю кнопочку «Заменить все». Я специально проверял, как записывать макрос нам действия. Вот некорректно будет пользоваться кнопочкой «Заменить», потому что он нам будет заменять по одному, вхождению этого символа. И сколько раз оно встречалось в конкретном вот этом диапазоне, столько и команд повторит. А потом выясняется, что на другом листе у меня этих операций больше или меньше. Если заменить все, это будет для выделенных ячейки. Но вот именно заранее надо их выделять. Иначе, если ничего не выделять, то он заменять будет все на всех листах, а мне это как раз ни к чему в данном случае. Значит, заменить всем. Пожалуйста, все ООО убрал. Окей. Я могу, не закрывая этого окна, заменить еще, что мы там хотели, кавычки, да? Пожалуйста, пишу двойная кавычка, заменить тоже все. Сработало. Что там еще заменить мы хотели? То есть аналогично. Буквку, например, такой-нибудь R, которая у меня будет в латинском алфавите. Так, сейчас у меня русский язык, да? Сейчас переключаюсь на английский. Буквка P, латинская, будет заменяться на буквку R русскую. Русский язык проверяю, да? Причем заглавную пускай сразу ставит R. Заменить все. Он, говорит, нашел и выполнил одну замену. То есть была там какая-то русская буква. Ну и, собственно, для буквы A, буквы M, буквы K и так далее, аналогичные вещи можно было тоже сидеть и заменять. На всякий случай, здесь нету в тексте, а в другом тексте может встретиться. И так далее, и так далее. Что там я еще делал? Запятую убирал, да? Символ запятой найди мне. Замени на просто пустоту. Да, пожалуйста, нашел и это. Ну и можно было продолжить дальше, но я хочу пока закончить запись максов, потому что идея понятна. Я мог бы точно так же печатать здесь поиск и замену. Например, говорю, по латинскому букву K найди, на русскую букву K замени. И так весь алфавит. Неважно, нашли, не нашли, то есть в следующем где-то случай найдем. Но я закончу и остановлю запись. Это на вкладке разработчик кнопочка остановить запись. А теперь попробую сделать следующее. Пока, в общем-то, я могу отменить все действия, которые выполнял для этого диапазончика. У меня исходный был вот такой вариант. И попробую не запускать этот макрос на выполнение, а посмотреть на то, что там записалось. Значит, посмотреть, как выглядит сгенерированный программный код можно как? Вот нажать кнопочку «Макросы». Дальше. «Макрос замена». Здесь я могу выполнять, запускать его действия, а могу нажать кнопочку «Изменить». Ну, давайте я вначале выполню, а то вдруг он у меня с ошибкой работает. Значит, для того, чтобы выполнять, надо было заранее выделить диапазон тот же самый. А потом «Макрос замена» выполнить. О, он мне все это моментально сделал, уже не задавая никаких вопросов, не вызывая никакого диалога, просто заменил все эти названия. Красота. В общем-то, время один раз приходится много потратить, потом уже на это не обращать не могу. Ну, а дальше я хочу посмотреть, что он там конкретно записал. А вот отмена-то у меня уже не работает. Дело в том, что отменить действия выполнены макросом уже никак не получится. Ну, ладно, заменили, и хорошо. А теперь я хочу посмотреть, что там из себя представляет макрос. Я открыл опять список макросов кнопочкой «Макросы», нажал «Изменить» для этого макроса, и смотрите, куда я попадаю. Я попадаю в отдельное окно редактора Visual Basic. Для тех, кто с ним не знаком, подскажу, как здесь сориентироваться. Значит, в окошке Visual Basic вы должны найти окно Project, окно проекта. В данном окне проекта, если вы присмотритесь, вы увидите название вашего файла. Вот он, этот файл, наш текущий проект. В нем есть объекты, листы, их можно не обращать внимания, свернуть. И есть модули для программного кода. Вот модуль один как раз у меня открыт вот здесь. Его, если закрыть, то двойным щелчком он открывается, потом его разворачивать на весь экран. И вот здесь хранится наш макрос замена. Что, собственно, в этом макросе написано, можно без труда разобраться. Значит, объясню, опять, для тех, кто Visual Basic не знает, в BBA у нас каждая строчка выполняет какое-то одно действие. Это одна команда. В данном случае эти команды оказались очень длинными, потому что много настроек, поэтому здесь строчки написаны с переносом. Я покажу вам, где эти переносы сделаны. Вот каждое слово Select – это начало следующей операции замены. Потому что написано Selection Replace. Replace по-русски замена. Selection – выделенные ячейки. Значит, выполнять замену в выделенных ячейках. А вот в конце пробелы нижней потенки – это как раз символ переноса. То есть вот это одна команда. Это вторая команда, это третья команда и так далее. Если присмотреться, то хорошо видно, что вот здесь происходит Replace – замена чего? ООО – это что ищем? Replacement – пустые кавычки. То есть найди это, замени на пустые кавычки. Все прочее – это уже не принципиальные настройки. Ну, это то, что там мы говорили. Замена без учета регистра, замена полностью или не полностью содержимого ячейки. В данном случае у нас часть содержимого ячейки без учета регистра заменялась. Потом я вот так вот символ кавычек заменял на пустоту. Здесь буквку латинского алфавита на русскую буквку. Здесь запятую на вот эту. Здесь буквку опять латиница на кириллице. Так вот, вы уже понимаете, что по аналогии я могу сделать аналогичную здесь замену, просто взяв и накопировав таких строк программного кода. Например, я говорю, а давайте еще у меня будет вот это вот сейчас скопировано выражением. Я здесь весь алфавит могу перечислить. Например, латинская буквка M, я специально маленькую пишу, чтобы видно было, заменяется на русскую M. Или там латинская буквка A, если где-то будет встречаться там в слове ромашка, заменяется на нормальную и заглавную русскую буквку A. Латинская буквка там какая-нибудь, не знаю, T, там нет, правда, но добавим специально на русскую T. Так как полная аналогия, то действительно можно здесь программный код накопировать. Мы макрос тем самым усовершенствовали, но у нас будет нормально работать. А, там еще было ООО, а я говорю, мне бы еще и слово фирма убирать. Да, не проблема, это вот этот вот кусочек можно расплодить, размножить здесь. То есть даже не вникая глубоко в возможности программирования, мы можем какие-то вещи по аналогии просто догадаться и попробовать. Вот там фирма, заменяю на просто пустоту, опять на пустые калочки. Отлично. И вот такой макрос я хочу попробовать запустить, уже несколько исправных, для какого-то другого варианта. Сейчас сохраню. Это все. Значит, делаю я следующее. Вот у меня исправлены уже все эти ромашки, но я допишу. Здесь ООО, здесь вот фирма, как и было. Где-то у меня там было через запятую. А где-то у меня сейчас буду делать латинские буквки. Латинская буквка М. То есть она была заглавной, я бы не понял разницы, а маленькая заметно сразу на вид. Или то же самое вот тут вот в слове ромашка, буквку К, латинская. Где-то вот здесь тоже самое сделаю. Вот это вот все автоматом, по идее, должно быть исправлено. Пробую это сделать. Запускаю макрос на выполнение. Да, он мне все выправил, выберил. То есть и все вот эти символы, которые я перечислял, там были заменены на нормальное написание. Единственное, что я все переделал в капсулу. То есть заглавные буквки. Ну, это уже второй момент. Неплохо получается. И главное, что мы ничего тут не потратили времени на запись такого макроса. Потом по аналогии его можно усовершенствовать и далее. Ну, а еще, что можно сделать здесь, это оставлять какие-то пояснения, комментарии. Вижу, в бейсике вот этот вот написанный зеленым цветом текст, это текст комментариев. А делается комментарий так. Ставьте значок апострофа и дальше пишите уже пояснительный текст. Это не работает как команда. Поэтому здесь можно заменить слово фирмы на пустой текст. Вот так вот, например, я говорю, заменить слово ООО на пустой текст. А где-то у меня вот здесь будет другое пояснение. Какой-то не так было немножко. Вот так. Заменить латинскую букву Ну и дальше, как вы понимаете, аналогичным образом. Латинскую К, на русскую К и так далее. То есть это просто комментарий к тому, что мы здесь делали. Если захотим потом доделать что-то, доработать, дописать, то есть вот по аналогии можно делать. Хорошо. Ну, а я обещал другой способ решения через Visual Basic. Второй способ решения такой. Здесь никакой макро-рекордер не поможет. Мы попробуем запрограммировать с вами пользовательскую функцию. Пользовательская функция будет делать следующее. Она станет у нас доступной для вставки в ячейке на листе. Мы сможем с вами с помощью этой функции сразу описать то, что делали стандартными функциями. Дело в том, что то, что я перечислял для Excel стандартные функции, практически все это есть у нас аналогичное и в Visual Basic. То есть или один в один такие же у нас функции, или похожие. Но печатные символы нет такой функции в Visual Basic. Но зато есть функция, которая определяет номер символа. И там известно, что, например, коды от 0 до 30 – это непечатные символы. То есть находишь букву, знак, такой имеющий код, удаляй его, не глядя. То же самое, функция подставить в Visual Basic есть и аналог, называется Replace. И по смыслу работает как именно замена. И, в общем-то, тоже можно ее спокойно применить для работы. Ну и тому подобные вещи здесь различные можно было бы добавить, предусмотреть. Ну, я не знаю, успели я полностью все, что у нас там есть, в этой функции описать. Но самые основные моменты хотя бы попробовать сделать. Значит, как это будет выглядеть? Для этого надо переключиться в Visual Basic. Вот кнопочка Visual Basic. И такую функцию я здесь создам отдельно. Ну, давайте перед вот этим вот большим макросом она у меня будет. Напишу тоже комментарий после апостольфа, что это у меня функция. Как ее назовем? Не знаю, замена, да. Исправление текста. Исправление названия. Ну, надо будет как-то придумать ей какое-то имя. Итак, для того, чтобы создать такую функцию, мы делаем следующее. В Visual Basic печатаем командочку function. После этого имя функции, которые ей придумаем сами. Можно по-русски даже, если хотите. Ну, давайте я назову ее исправтекст. Нет такой стандартной функции нигде, случайно. Если нет, то хорошо, будет наша. Надо было назвать мой исправтекст или что-нибудь типа этого. Затем я переключусь на латиницу, потому что в Basic все команды на английском, поэтому только название функции я решил сделать ради русской версии Excel такое, а вообще-то все будет латиницей. Значит, первый аргумент – это у меня исходный текст. Ну, зову я его там какую-нибудь. MyText. Закрываю скобочку. А дальше я пишу здесь результат sString. И нажимаю Enter, у меня само добавляется endFunction, то есть конец функции будет вот здесь. Значит, объясню. MyText – это аргумент. То есть мы получаем для работы этой функции текстовое выражение. На выходе после применения всех операций мы будем возвращать тоже текстовую строку. Стринг – это как раз описание текстового типа. Дальше. Для удобства я заведу дополнительную переменную, которая у меня будет здесь сохранять промежуточное, вспомогательное какое-то решение. Значит, эта переменная будет, ну, скажем, называться как-нибудь там, я не знаю, x. Нет, обычно я называю str.x. И первым делом, что я хочу сделать, это преобразовать все в заглавные буквы. Значит, что я и делаю. Я беру вот это str.x и говорю, что надо сделать аргумент, который мы брали, полностью заглавными. А это значит, что у меня будет функция uCase. Вот myText. Функция uCase – это аналог Excel-функции прописан, прописные, или про, как она там, аппы называется в английской версии, верхней регистрии. Проберзование в верхней регистрии. Все, одной проблемы уже у нас нет. С этим справились. Дальше, что мы делаем. Мы хотели выполнять с вами поиск и замену различных слов. ООО, там скобки, кавычки и тому подобные символы. Значит, тут момент такой. В принципе, можно было бы это сделать, выполнить просто несколько раз одну и ту же команду. Но, как вариант, можно было бы сделать это и с помощью цикла, описав все возможные названия, которые мы заменяем. Я пойду простым путем, то есть перечислю просто конкретные какие-то имена, но можно сделать было бы и гораздо более изящное решение. Просто сэкономлю время на рассказ незнакомых для кого-то совершенно команд. То есть если предположить, что вы бейсиком раньше никогда не занимались. Значит, вот такая функция. Функция, которая выполняет замену. Я беру теперь strx, равно функция называется replace. Функция replace, здесь подсказочка пошла. То есть есть такая функция в Visual Basic. Первое указывается текст, который мы обрабатываем. Это strx. То есть это уже то, что я сделал предварительно в заглавном верхнем регистре. Второй аргумент, тут подсказочка find, это то, что я ищу. Ищу я текст, например, с словами OO. В чем тут важный момент? Basic регистр учитывает при поиске текста, поэтому я его перевел в заглавные буквки и ищу в соответствующем варианте OO по-русски заглавные. На что заменяю? А заменяю просто на пустые кавычки. И, наконец, последние аргументы, они не обязательны. Они задают вопрос, сколько раз будет происходить замена и с какого места. Но у нас будет замена сначала и до конца, сколько угодно раз. А значит, все, остальные аргументы не нужны. Это у меня заменить слово OO на пустой текст, будет выполняться вот такая камерочка. Ну, вы понимаете, по аналогии, что точно так же можно заменить и слово фирма на пустой текст, и запятые и кавычки на пустой текст. Поэтому я это просто могу скопировать несколько раз. И вот здесь у меня будет тоже со словом фирма. А здесь с кавычками, это значит, мне придется написать в кавычки внутри кавычек дважды. На пустой текст. Ну и что-то еще, если заменять надо, я аналогично могу с ним сделать. А вот с остальным текстом я здесь хочу поступить иначе. Дело в том, что весь алфавит перечитать, буквы А, Б, Ц и так далее, было бы слишком мудренно. Поэтому вот это вот я попробую описать с помощью цикла. При программировании в бэйсике это же действительно есть возможность запрограммировать цикл. Поэтому делаю вот такую вот вещь. Заведу дополнительную переменную. Даже не одну, а две. В одной напишу весь алфавит латинский, в другой весь русский. Но это будут только те буквы, которые одинаково пишутся в кириллице и в латинице. Значит, вот у меня будет объявлено две дополнительных переменных. Одна будет str.lat, string. Другая str.rus. s3. И я еще в самом начале напишу все это дело. Если что-то пропущу, вы мне подсказывайте, потому что могу забыть алфавит по ходу дела. Значит, в начале латиницу пишу. Капс локом. Значит, это по порядку. Буква A аналогично есть в русском. B тоже. C, D. Вот D нету, не нужно. I есть. F не нужно. G не нужно. G, H. K, L, M, N не пригодится. K, L, M, O, P, R не подсказывается. S тоже T. Дальше U, V, W. X может пригодиться. Y, Z не подсказывается. Ну, наверное, вот это вот. Так, а L-то я зачем написал? Вот это вот перечень символов, которые одинаковые в русском или в латинском. Или еще что-то я упустил из вида. Вот так вот смотрю. T есть. X. M. M тоже есть. Хорошо. Здесь пишу то же самое, только русскими буквами. Русская буква A. Русская буква V. S. G. M. Не так уж и много этих букв оказалось у нас. M. O. T. E. H. Вот оно. Сколько их тут всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать букв. Вот вместо того, чтобы писать одиннадцать повторящихся команд, что в общем-то тоже не проблема, я здесь добавлю просто небольшой цикл, который будет выполняться у меня вот таким вот образом одиннадцать раз. То есть, бери первую букву, ее заменяй на соответствующую первую букву в этом тексте, вторую на вторую, третью на третью. Команда Replace будет применяться один раз, но повторяться в цикле. Значит, мне для этого нужно будет завести еще переменную, которая будет описывать этот цикл. И я тогда, ну, наверное, не совсем правильно, вот это вот я перенесу в конец по порядку, пускай мне идет действие вот здесь рядышком. Здесь напишу цикл forE равно 1, 2, 11, next, соответственно, и внутри цикла будет происходить замена. И замена будет следующая. То есть я, в общем-то, использую то же самое выражение Replace. Вот что искать и на что заменять, здесь будет фраза поинтереснее. Я буду брать и отрезать по одному символу, начиная с первой позиции. Вначале один символ, потом второй, потом третий, потом четвертый. Использую функцию, аналогичная функция PSTR. Так она называется у нас, да? То есть функция, которая в Excel берет какое-то количество символов в середине текста. Да, функция PSTR. В данном случае в английской версии и в Visual Basic она называется Meet. Функция Meet, вот я ее указываю здесь. Функция Meet, ищи в STR-LAT, вот в этом тексте, начиная с этого символа, текст длиной один символ. То есть если найдешь, то, соответственно, заменяй его на то же самое, но только из кириллицы. И так он проделает поочередно для каждой из этих букв. В общем-то все должен исправить. Ну вот я не знаю еще, что тут можно добавить. Я наверняка не все указал, но когда весь этот порядок действий будет выполнен у нас, а это значит, мы дойдем до конца, надо будет вот такую фразу написать. Это последнее действие функции. Исправ текст равно тому, что я исправляю STR-X. Да, я обязательно выложу все материалы. То есть есть там исходный файлик, а вот это вот с выполненными упражнениями по окончании выложу. Будет в личном кабинете все доступно. Так, ну и мне осталось проверить, как это работает. Я не знаю, правда, сработает или не сработает с первой попытки без ошибок, но вроде бы аккуратно старался писать. Поэтому если что-то не успели за мной, то отвлекитесь на секунду. Возможно, я еще сам буду справляться, вернусь. А проверять я это буду, например, на листе под названием макроса. У меня там исходные данные аналогичные, вот они, о ромашке и так далее, с каким-то еще суммами и так далее. А я беру здесь и вставляю вот эту свою функцию. Нажимаю кнопочку вставить функцию. И дальше где ее здесь искать, непонятно. На самом деле, тут момент такой. Название ее, помните, мы назвали исправить текст. Я начинаю писать по-русски и исправить текст. Вот она, пожалуйста, эта функция. А вот если совсем забыли название, другой вариант это сделать следующее. В списке функций найти категорию под названием определенные пользователи. Тут может отобразиться большое количество функций из надстроек. Вот у меня как раз их много. Но среди них будет еще и моя собственная функция. Исправ текст, вот этот, окей. И теперь, пожалуйста. Вот все он мне исправил, запятую не убрал. А я запятую, значит, там не использовал еще. Да? И я забыл еще одну вещь. Пробелы не удалил. Вот пробелы надо было в самом конце удалять. Хорошо, сейчас допишу. Хорошо, да, я сейчас какие-то вещи повторю. Обязательно. Потому что мы уже, как видите, подходим к концу. Значит, я вот здесь допишу. Следующие моменты. Во-первых, я запятую не убрал. А хотелось бы, чтобы я тоже не был. Но это аналогично. Найди символ запятой. И замени его на пустой текст. А пробелы убрать ненужные, это вот такое выражение. strx равно функция под названием trim. Она в английской версии в Excel аналогично называется. Называется концевые пробелы. И теперь, если вот в таком виде это оставить, я должен заново это применить в ячейках. То есть, вот, по новой протяну. Пожалуйста. Все вычищено. Все аккуратно. Латиницы не осталось. То есть, я на основании вот этих данных попробую сейчас построить сводную табличку. Он мне это сгруппирует как в одно значение. То есть, это легко проверить. То есть, это... Напишу здесь. Исправленное у меня. И, соответственно, вот это вот исправленное. Ему можно верить. Ну, а можно проверить. Вставляю сводную таблицу на этом же существующем листе, где-нибудь вот здесь. Говорю, а вот давайте вот это исправленное будет у меня строчка. Нет. Одну вещь я все-таки не убрал. Печатные символы я не удалил. Вот, непечатные символы. Ага. Ну, ладно. Есть с чем бороться. Но все остальное я смотрю исправлено. А вот непечатные символы, да, где-то еще сохранились. Остались. Ладно. Оставлю это потом. Дело в том, что аналога функции печатные символы у нас действительно нету в Visual Basic. И поэтому бороться с этим проще каким образом. Обратиться к встроенной функции Excel и ей воспользоваться. Как она там называлась-то у нас? Вот как раз заодно и вспомнили. Значит, я применял функцию PitchSync или английское название Clean. Таким образом. Просто обращался к ячейке с текстом и вызывал данную функцию. А разница была в чем? Должен был пропасть, в моем случае, вот этот перенос строки. То есть, ООО, AltEnter, ромашка. Вот этот AltEnter должен был пропадать. Вот в Visual Basic его не убрал. У меня же получалось, что с помощью функции, вот здесь она PitchSync, вот к этой вот ячейке. Видите, пропал перенос. Все написано в одну строчку. Получилось. Но я поэтому не могу быстро сообразить простое решение только средством Visual Basic здесь. Поэтому на VBA я обращусь к стандартной функции PitchSync из Excel. И применю ее в самом конце, там где уже у меня пробелы все закончились. Это тоже не проблема. Такая возможность у нас существует. Значит, напишу здесь STRX равно WorkSheetFunction точка. И английское название ее какое? Clean. Вот оно, пожалуйста, в списках появилось. STRX. Удалить непечатные символы. Все. Теперь окончательно проверяю, что у меня получается вот на этом листе. Затем я заново просто протягиваю формулу. Так. А я даже не пойму, он, мне кажется, уже удалил этот непечатный символ. Это сложно понять, потому что выравнивание по нижней стороне. То есть по верхней стороне уже давно его нет. У меня впечатление, что его и до этого уже нет. Что-то мне подсказывает, что он пропал вместе с удалением пробелов и других значков. Но тем не менее, хуже не будет. Ну вот, смотри, получается, что можно было бы решить эту проблему разными путями. Но если она возникает регулярно, часто повторяется, то возможный способ решения вот таким. У меня здесь есть два листа, на которых можно это оправдать. Здесь кроме ромашки еще он, василек, томат и так далее. То есть первый вариант это взять вот этот вот диапазончик. Надо я тебя скопирую, потому что иначе невозможно будет отменить эти действия. Вот этот вот диапазон я взял и к нему применил макрос. Макрос, который все там позаменяет и превратит в нормальный вид. Единственное, что я в макросе не дописал удаление пробелов. Поэтому он такой чуть-чуть, но не законченный. Другой вариант это просто взять и применить здесь запрограммированную на Visual Basic функцию. Который мне все четко исправит. Единственное, что ООО почему-то не убрала. А, я подозреваю почему. Там ООО, наверное, написано латиницей. Поэтому эту замену надо местами поменять командой. Вот заодно тестируем какой-то момент. Значит, вот с латиницей надо было, наоборот, разбираться в самом начале. То есть только потом уже вот эти все ООО и прочее. Ну, это я сейчас поменяю местами строчки. Порядок действий в данном случае надо выдержать. То есть вот это вот боремся с латинским буквом. Ну и, собственно, если в таком порядке это сделать, еще разочек протяну. Вот он и ООО убрал. Все, красота. А потом остается только что? Взять эти данные, которые с помощью формулы обработаны, скопировать, ставить как значение. Это тоже можно поручить коротенькому макросу. Ну вот, собственно, что хотелось мне сегодня рассказать на эту тему. Ну и, естественно, так вот легко и просто всем этим манипулировать. Можно только посвятив этому какое-то время. То есть немного хотя бы изучив программирование макросов. Вещь интересная, имеет очень полезное практическое применение. Таких мелких задач у каждого настолько много возникает, что всегда можно придумать, где и как это применить. Стандартные средства Excel при этом практически делают то же самое. И единственное, что кому-то не хочется тратить время на изучение макросов и программирования. Хочется просто один раз это описать формулами. Ну а потом, если понадобится, копировать, повторять аналогичную формулу и где-то еще раз создавать. А вообще-то интереснее, конечно же, если это уже сделано готовым универсальным решением, где у меня без разницы, какие названия, что все уже выверено, исправлено и превращается в нормальный читаемый текст. Понятно, да? Ну вот, собственно, на этом, я думаю, мы можем обсуждение сегодняшнее потихонечку закончить. То есть вывод из того, что я говорю, получается такой, что действительно решения возможны одной и той же проблемы разным путем. Выбирать, как это делать, стандартными командами или с помощью максов, естественно, приходится каждому для себя. Но еще раз повторюсь, преимущество максов только в том, что мы тратим много времени, но решаем задачу раз и навсегда. Потом, не задумываясь, это действие можно применять многократно, когда понадобится. И легко запрограммировать там цикл, который будет мне обрабатывать сам не одну какую-то табличку, а все листы рабочей книги и для целой группы файлов это может проделать автоматически. И, естественно, вручную это просто будет какая-то рутинная работа. Ну и, собственно, поэтому подвожу небольшой итог. Если максы вам интересны и планируете их изучить поподробнее, у нас есть как раз курсы на эту тему. Вот могу посоветовать четвертый и пятый уровень Excel, это как раз два курса по максам. Ну, кто изучал четвертый уровень, значит, они уже знают, о чем идет речь. А кто, соответственно, еще нет, то могу обратить ваше внимание. На этом курсе начальные требования – это только неплохое знание Excel. Ну, хотя бы на уровне нашего курса Excel второй уровень. То есть это уверенный пользователь Excel, который отличает ячейки просто с данными от сводной таблицы, понимает, что такое формулы, куда они пишутся. Ну, вводит, короче, основным инструментарием Excel, чтобы понимать, что некоторые вещи программировать-то и не нужно. То есть стандартные команды для этого есть. Ну, а курс такой у нас идет достаточно часто, регулярно в нашем центре, очень популярный курс. Вот расписание ближайших групп тоже я вам пришлю. Оно будет в презентации, но также можно это найти на сайте. А так, что хочу сказать. Можно еще сейчас пообщаться, если вы не торопитесь, задать какие-то вопросы. Пока у нас вебинар не закончился, не отключился, мы можем с вами еще переговорить. А вообще говоря, свои вопросы, которые сразу не сформулировали, вы можете также направлять в личный кабинет на сайте специалистов. Там у нас в привязке к этому семинару есть возможность проводить обсуждение. Поэтому туда и вопросы можно выложить какие-то и приложить к ним, если нужны какие-то файлики, скриншоты. Будет у меня свободная минутка, я обязательно посмотрю, аккуратненько отвечу на все это. Ну и, собственно, всем участникам сегодняшнего семинара это будет доступно. Потом задним числом уже туда может быть зайти. Выглядит это будет примерно вот так, если я сайт не закрыл, страничку. Ну вот здесь, смотрите, это будут файлы для упражнений, а вот общение группы. То есть вы щелкаете сюда все сообщения, и, соответственно, здесь можно написать сообщения для этой группы текстом, вложить какой-то файл картинки, но небольшого размера, или какой-то даже рабочий файлик. Ну и, собственно, там можно продолжить дальнейшее обсуждение. Поэтому, если сейчас какие-то вопросы прямо по горячим следам есть, то, пожалуйста, готов пообщаться. Если что, тогда можно и позже задать их. Как у вас эти вопросы? Да, то есть вот какие вопросы у наших вебинаристов. Так, вот какой-то вопрос есть сейчас. Смотрю. Так, вот окошко с вопросом. А, простые функции, да? То есть, но это еще раз вы просто хотите по ним пробежаться, то есть, что эти функции дают нам. Давайте, я делаю то, что почему я их кратко объяснял. Многие из них у нас на курсах по Excel второй уровень, даже где-то и первый уровень рассказывают. Вот поэтому, так я вскользь достаточно быстро их обсудил. Еще разочек. Значит, вот то, что вы говорили. Функция прописана. Все буквки делают заглавные. То есть, это просто для, ну, в первую очередь, красоты. Но, вообще говоря, вот Visual Basic, это принципиальный момент, то, что у него поиск выполняется с учетом регистра во многих случаях. Поэтому, там я специально преобразую все к одному варианту написания. То есть, буквки у меня будут не там в разнобой, где большая, где маленькая, а все заглавное. Дальше. Проб нач – это первая большая, остальные маленькие, ну, как мы привыкли в написании имен и фамилии, скажем. Прописная в начале. Мы ее не используем в примере, ну, в общем-то, как вариант ее можно применить уже на самом последнем этапе. То есть, я все обработал и потом сделал первую букву заглавную. Функция сжепробелы, я так понимаю, вопрос не возникает. Сжимать пробелы, значит, удалять начальные и конечные пробелы в тексте. Еще в Excel эта функция удаляет пробелы между словами лишними. То есть, там, если пять пробелов подряд, останется только один. Тоже простейшая вещь, но не сделай этого, и у меня может быть какое-то название, начинающееся с пробела. А потом это будет считаться разным отличающимся текстом. Это не будет группироваться. В дальнейшем там фильтр будет показывать это как разные названия. Естественно, мы с этим должны бороться, и это очень просто. Ну, а функция подставить – это фактически аналог действия замены. То есть, найди такую-то фразу и замени на другую, подставь вместо этого текста вот этот. Вот многократно я использовал эту функцию подставить для того, чтобы убрать какие-то ненужные символы, заменив их на пустую стракту. Это хороший очень прием. Так, хорошо. Еще какие-то вопросы есть у вас, да, какие-то вопросы? Вопрос. То есть, там, например, существует таблица сложная, которая уже продрабована. А задача – использовать формулу. Данные, которые в таблице, дарить данные так? А, ставить формулу, а данные удалить. Данные, да, и это очень большое количество. А, сейчас, секундочку. Но у нас же формулы без данных работать не будут. Ну, давайте текст, цифры, да? Вот эти данные. Шахты. Забавили. То есть, удалить. Все, что не относится к вашей рабочей информации, то есть, какое-то лишнее. Да, сменить, да. Ты сам шахтан оставить, а данные или сменить, или удалить. Ну, там… Объем большой. Ну, объем-то большой, это понятно. Ну, все говорят, объем большой. Вопрос в другом. Это можно описать, как по последовательности операции. То есть, вы словами, если будете это описывать, то это будет в каких словах. То есть, мне нужно строго удалить строчку с таким-то текстом, или мне нужно удалить первые 10 строк, а вот начиная с 11, там что-то. Или мне нужно удалить столбцы с таким-то заголовком, скажем. Вот к чему вы тут привязываетесь в этом случае? Потому что от этого зависит… Удалить в столбках тело. А, какую-то информацию конкретную. Что-то удалить, что-то оставить, да? То есть, содержимое столбца, да? А заголовок оставить. А функции оставить. Содержимое столбца. А у вас что, в одном столбце перемешка и формулы, и данные? Или как? Функция что имеет в виду? Мы можем разобраться. А у вас что-то есть, да? Да. Хорошо, ну давайте мы это обсудим. Дело в том, что там приемов много. То есть, у меня в первую очередь сразу мысль, это надо программировать, но возможно там и более простое решение найдется. То есть, на уровне стандартных команд наверняка что-то можно сделать. А так, ручная работа с записью макроса и с его корректировкой, и в принципе. Ну, почему он вас так пугает? То есть, на втором уровне показывают записать макрос. И сегодня вот я записывал и правила его на ходу. Я думаю, тоже не казалось это сложным. Вот, хорошо. Ну ладно, тогда еще какие-то вопросы. Так, Ларис, у вас что-то не получилось, да? Ладно, сейчас попробуем еще разочек тогда разобраться, что конкретно не получается. Все-таки, наверное, файлик вам мой надо прислать. Может быть, непонятно на каком-то конкретном примере. А я тогда хочу напоследок еще небольшой анонс сделать. Дело в том, что у нас подобные семинары, как вы знаете, проходят регулярно. Каждый преподаватель регулярно, хотя бы раз в 2-3 месяца такие семинары проводит. Поэтому смотрите на сайте, что там интересной тематикой является для вас. И записывайтесь, подключайтесь. Вот, у меня же ближайший семинар будет где-то, я не помню точную дату, в октябре, кажется. Значит, этот семинар, вообще говоря, он даже название имеет похожее, аналогичное. Здесь у нас была большая чистка в Excel, там семинар большая чистка в Access. То есть я показываю приемы, как как раз бороться с различными подобными данными, которые содержат лишний ненужный мусор, уже средствами баз данных в Access. Там, естественно, есть какие-то вещи, которые перекликаются. То есть вот, например, функцию можно запрограммировать аналогично, даже позаимствовать прямо из сегодняшнего нашего семинара, последнее вот это вот решение. Но в Access нет никакой записи макросов. Зато там есть запросы, которых в Excel мы вообще не знаем, что это такое, и не представляем, как они работают. И, собственно, поэтому там действительно можно разные решения и с другим немножко подходом реализовать. Естественно, я это буду показывать немножко и на других данных. Потому что вот то, что можно сделать в Excel, хорошо. Какие-то моменты, особенно с большим объемом информации связаны, может быть, имеет смысл обрабатывать в базе данных, и для этого там инструменты существуют. Так что, кому интересно, обращаю ваше внимание, то есть будет продолжение этой темы, но только большая очистка в базах данных. А так, если какие-то вопросы, еще раз говорю, личный кабинет. Смотрите там, значит, можно будет продолжать общаться. А так, на сегодня мы семинар заканчиваем, но пока он еще не отключился, вы еще можете какие-то вопросы задать, такие более, может быть, частные, что там не получается. Попробуй удаленно выяснить, что не так, попытаясь, может быть, проблемы ваши разрешить. Хорошо. Ну что ж, тогда все добро, успехов, спасибо за внимание, и, возможно, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова